Айлита Самсонова В канун праздника 8 марта 2020 года Айлита Самсонова стала победителем областного конкурса «Женщина года» в номинации «Женская доблесть». Такое звание в этом году присуждали впервые, тем более приятно и почетно знать, что ты среди признанных. Вообще организаторы предусмотрели 7 номинаций, что позволило определить лучших представительниц во всех сферах. Успешный руководитель, духовность и культура, хозяйка села, активная жизненная позиция, выбор года. Мать четырех детей Надежда Никитина стала победителем в номинации «Материнская слава». Уже более 20 лет она работает в областном театре «Кукол». По большому счету перерывы в работе делала только дважды. 16 лет назад, когда родила сыновей Дмитрия и Дементия, и еще через три года, когда на свет появились Эльвира и Алиса. В театре, кстати, детей хорошо знают, они часто приходят к матери. Был, правда, еще один перерыв в работе, но небольшой. В октябре прошлого года Никитины приняли участие в республиканском конкурсе «Семья года», где заняли второе место. Не в последнюю очередь этот результат повлиял на решение присвоить Надежде звание «Женщина года». В жюри, виднее, все семьи были очень сильные, поэтому конкуренция была большая. И мы занятым вторым местом довольны. Мы достойно выступили, нашу область достойно представили. Успешный руководитель. Номинация для женщин, которые не только сами достигли профессиональных высот, но и многое делают для повышения благосостояния других. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко этим требованиям соответствует в полной мере. В нашей области Мозырщина в числе лучших практически по всем позициям. Сегодня в регионе женщины возглавляют четыре района и работают уж точно не хуже коллег-мужчин. Может даже в каком-то плане и легче, потому что мужчины не хотят подвести женщину и все устраняют оперативно и ответственно. Все то, что делается для народа, во благо народа, это вдохновляет и заставляет всегда двигаться вперед. Всего в первом областном конкурсе «Женщина года» принимали участие 58 женщин, а потому сделать выбор было непросто. Вместе с тем организаторы говорят, что уже в следующем году готовы увеличить количество номинаций. На Гомельщине много красивых, нежных, обаятельных и вместе с тем деловых и высокопрофессиональных женщин, от которых, по большому счету, зависит практически все. Наполняйте наше жизнь прегожостью, гармонией, тепленьей и утульностью. Только ваша безмерная вера у нас дает нам силу наткнение на творчество, подвиги и великие справы. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели.